Издательство Гильветика представляет Макс Рай Болтливый мертвец «Джуфин еще не приехал?» – спросил Кофа. «Ну да, узнаю его манеру. Если я однажды скажу ему, что мир рушится, он сначала примет ванну и позавтракает, а уже потом соблаговолит вмешаться в естественный ход вещей. Я с трудом разлепил глаза и обалдел. Даже когда у нас в Йеха бушевала эпидемия Анайвуаны, Кофа оставался спокойным, как сытый удав. Зато сейчас на его физиономии было столь встревоженное выражение, что у меня сердце ушло в пятки. Что случилось, Кофа?» Я не узнал собственный голос. Вот уж не думал, что могу так перепугаться. «Ты уже читал?» – вместо ответа он адресовал мне еще один вопрос. «Что именно?» «Приказ об уменьшении жалования всем тайным сыщикам?» Я немного расслабился. «Если уж причиной Кофеного волнения стал печатный текст, значит, ничего по-настоящему страшного не случилось». «Что, что?» «Ну да, конечно. Ты еще не читал. Книжные лавки пока закрыты, а если бы даже и были открыты, толку-то? Ты же проспал всю ночь, да?» «Ничего не всю. Я почему-то почувствовал себя виноватым. Часа два, не больше». С этими словами я полез в стол за бутылкой с бальзамом Кахара, поскольку мой организм наотрез отказывался жить дальше без хорошей порции тонизирующего средства. «Так что случилось-то?» – снова спросил я. «Какой хороший вопрос!» На пороге стоял сэр Джуффин Халли, изрядно не выспавшийся и хмурый. «Мне тоже хотелось бы узнать, что случилось». «Кофа, это я, между прочим, вас спрашиваю. С какой стати вы устроили этот переполох? Что, если бы я проспал еще два часа? Небо рухнуло бы на землю?» «Боюсь, оно и так рухнет», – вздохнул Кофа. И вдруг ехидно прищурился, приосанился, расправил плечи, грозно нахмурил брови, черт, он определенно стал выше ростом, принял боевую стойку напротив Джуффина и ткнул его в грудь указательным пальцем. «Что, Чифа, за старое взялся? Тайные общества создаем? Да еще его величество Гурига с пути истинного сбиваем? Грешные магистры, а я-то, старый дурак, думал, что вы уже давно остепенились, сэр Халли». «Что я вижу?» – изумился Джуффин. Старательно изобразил на своем лице эффектный оскал и процедил сквозь зубы. Старый правобережный дракон снова наточал свои зубы на маленькую китарийскую лисичку. «Захлопни пасть! Я еще живой! Гляди, зубы пообломаешь!» Я чуть в обморок не грохнулся. Меньше всего на свете их диалог был похож на эпизод настоящей реальной жизни. «Наверное, я все-таки сошел с ума», – решил я. «Долгая жизнь в чужом мире никому не идет на пользу», – леди Сатофа дело говорила. Но через несколько секунд эти двое уже хохотали, попадав в свое кресло. Кажется, больше всего им нравилась моя перепуганная физиономия. «Ты оценил, Макс?» – наконец спросил шеф. «Это тебе не хухры-мухры, а настоящая история, эпизод двухсотлетней давности, оживший специально для тебя». «Что, так все это и выглядело?» Я расслабился, поскольку понял, что их диалог был просто спектаклем для одного единственного зрителя. «Ну что ты, мальчик?» «Это выглядело гораздо забавнее, поскольку мы не очень-то отвлекались на перебранку, а честно старались убить друг друга». «Ну или хотя бы укусить», – добродушно сказал Кофа. «Я не шучу. Однажды этот дикий китариец, наш с тобой начальник, укусил меня за ухо и оттяпал мочку, так что мне пришлось отправиться к знахарю. А потом она отрастала чуть ли не дюжину дней. «Ладно, все это хорошо», – вздохнул Джуфин, «но я по-прежнему ничего не понимаю. Что вы там говорили о тайных обществах, Кофа? Что вообще происходит?» «Некоторые люди иногда пишут книги», – задумчиво протянул Кофа. «Вы в курсе, Джуфин?» «Я в курсе», – буркнул Джуфин. «Нашли чем удивить. Еще не такое вытворяют эти беспокойные существа. Хватит издеваться, Кофа. Выкладывайте, что у вас там?» «У меня можно сказать ничего. А вот у нашего драгоценного казначея Донди Мелихаиса есть еще более драгоценный старший брат. Вернее, был. Покойный Йонгий Мелихаис. Грустная история, верно? Он мог бы прожить гораздо дольше. У Мелихаисов в роду все долгожители, им даже магии не требуется. Живут себе и живут дюжину вурдалоков под одеяло этой семейки. Знаете, сколько лет их дедушке Узику? По-моему, 800, честное слово. Я почти уверен, что он старше вас, Джуфин. А ведь он никогда не был колдуном. Просто как сидел себе всю жизнь на своем рыбном рынке, так до сих пор и сидит. Ворчит порой, что стареть и болеть ему не досуг. И только Йонгий умудрился покинуть мир живых в неполные триста. Такая досада. Ну и куда вы клоните? Джуфинг уже был мрачнее ночи. Йонгий умер в результате несчастного случая. Это проверенный факт. Я лично потратил целую ночь, разглядывая безделушки, которые были найдены на его теле.